Всем привет любители хорошего кино! В этом видео мы поговорим о фильмах ужаса от старых до новых картин. Это подборка именно хорошего кино в этом жанре, чтобы каждый нашел для себя то, за чем пришел. Перед тем как приступить, хотел поблагодарить всех, кто поддержал лайками видео, которые выходили ранее. И конечно же за подписку на канал, это огромная мотивация для меня. А если ты тут впервые и тебе понравится данная подборка, поставь палец вверх. Также если тебе близка тема кино и сериал, подписывайся на канал. А я больше не смею отнимать твое время и переходим от слов к делу. Открывает список фильм 2017 года «Лекарства здоровья». Оценки кинопоиска 6,3 страны США, Германия. Бюджет картины 40 миллионов долларов. А сборы в мире составили 26 миллионов 620 тысяч. Режиссером выступил Гор Вербинский, который занимался такими проектами, как «Пираты Карибского моря», «Мышина охота», «Звонок». Также имеет Оскар лучший анимационный фильм «Ранга» 2012 года. Во главе хорошей актерской команды стоит Дэйн Дэхан, который сыграл молодого амбициозного брокера. В картине он отправляется в затерри на швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытию он понимает, что чудодейственные процедуры СПА-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же самой странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства. В свое время творение гора Вербински сравнивали с «Островом проклятых». Стоит согласиться, атмосфера очень похожа. От себя могу добавить отличная операторская работа, которую можно оценить и по видеорядам. Также крутая история и замечательное музыкальное сопровождение. Если ты еще не смотрел данный фильм, а описание тебе понравилось, то забирай к просмотру, а мы идем дальше. А дальше у нас классика жанра. Шесть демонов Эмили Роуз. Оценка кинопоиска 7,2. Страна США, бюджет картины стоит отметить 19 миллионов, при сборах в мире 144 миллиона 216 тысяч. Режиссер фильма Скотт Дерриксон, который также нам знаком по ленте «Доктор Стрэндж». Главные роли сыграли Лора Линни, Том Уилкинсон, Дженнифер Картер. По сюжету, в 1976 году сеанс изгнания дьявола из девушки Эмили Роуз заканчивается ее смертью. Священнику экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. В поиске справедливости священник изучает историю появления на земле демона, погубившего девушку, и пытается доказать в суде факт существования потусторонних сил и их способность вмешиваться в жизни людей. Фильм основан на книге антрополога Фелисиста Гудмана «Изгнание дьявола из Аннелизы Михель», которое написано на основе реальных событий. Добавлю пару слов. Фильм намного глубже, чем может показаться. Даже после титров история отпускает не сразу. Поэтому, когда я посмотрел его в первый раз, я был в восторге и тут же начал серфить интернет в поисках реальной истории, фактов и так далее. Если ты по каким-либо причинам пропустил эту картину, то однозначно она стоит твоего внимания. Ну а если ты уже знаком с ней, возможно пришло время ее пересмотреть. «Избави нас от лукавого» фильм 2014 года, оценка кинопоиска 6,2 «Страна производства США». Бюджет картины 30 миллионов, при сборах в мире 87 миллионов 937 тысяч. Режиссером картины выступил также Скотт Дерриксон, который был упомянут выше. Если вам понравятся эти два фильма, то обратите внимание на «Синистер» 2012 года. Это также его творение. А мы возвращаемся обратно к «Избави нас от лукавого». Лента основана на книге американского полицейского Ральфа Сарчи «Остерегайтесь ночи». В ней он рассказывает о своей службе и делах, с которыми был вынужден столкнуться. Если коротко по сюжету, то полиция Нью-Йорка расследует серию странных преступлений. Один из детективов обращается за помощью к специалисту по экзорцизму, чтобы избавить город от дьявольской напасти. Главную роль сыграл Эрик Бана, и он выглядит замечательно и уверенно в этом образе. Опытный полицейский, чья вера проходит серьезные испытания на прочность, а столкновение с непонятными ему мистическими силами заставляет посмотреть на этот мир под другим углом. Эдгар Рамирес сыграл священника в прошлом с нелегкой судьбой наркомана. Это и характеризует нам неоднозначность данного героя. Весьма интересные характеры и герои в целом, которые далеко ушли от привычных клише. Добавлю пару слов от себя. Это атмосферный, напряженный временами пугающий мистический фильм в жанре триллер детектив-хоррор. Авторы хотели пересмотреть избитый жанр и внести что-то новое. Как по мне, у них вышел интересный фильм, хорошо отснята лента. А образ демона и как он был отыгран для меня это было открытие. Если ты пропустил эту картину и тебя заинтриговало описание, забирай себе, а мы идем дальше. Ужаса Метивиллиан 2005 года. Данный фильм имеет оценку Кинопоиска 6,7. Отснят был в США с бюджетом 19 миллионов долларов и при сборах в мире 108 миллионов 47 тысяч. Режиссер картины Эндрю Дуглас. Его творчество нам знакомо по сериалу «Охотник за разумом». Очень хороший актерский состав с такими людьми, как Райан Рейндольс, Мелисса Джордж, Хлоя Грейс Моррис и другие. Скажу сразу, что лента основана на реальных событиях. 14 ноября 1974 года в полицейский участок поступает звонок. В резиденции семьи Дефо 6 человек застрелены в своих постелях. Рональд Дефо признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие голоса велели ему совершить убийство. Год спустя Джордж и Кейти Латт с тремя детьми переезжают в этот дом, полагая, что сбылась их заветная мечта. Они еще не знают, что их счастье под угрозой страшной демонической силы. Ужас вновь охватывает Амитивиль. Добавлю от себя. Очень радует, что в картине присутствуют весьма важные условия, такие как зачин и предыстория. Именно эти детали очень часто игнорируют остальные мастера ужасов. Хотя они изначально погружают тебя в атмосферу событий и страха за главных героев. Характеры которых раскрыты очень хорошо и это позволяет еще больше прочувствовать на себе тот самый холодок. Также стоит отметить, что актеры дали настоящие человеческие эмоции, при виде которых в совокупности получился весьма волнительный и качественный хоррор. Это действительно атмосферный и хорошо отснятый фильм ужасов с отличным актерским составом. Если пропустил, описание тебе по душе, то забирай себе, а мы двигаемся дальше. Первая ведьма. Это достаточно свежая картина 2019 года с оценкой Кинопоиска 5,8. Производство также США. Бюджет умалчивается, ну а сборы в мире составили 4 миллиона 369 тысяч. Режиссеры Брэд Пирс и Дрю Пирс, знакомы по такой картине как Мертвоголовые 2011 года. Не знаю, зацепили вы эту ленту или нет, я лично ее пропустил. Стоит отметить, актерский состав свою работу сделал на отлично. Их игра произвела погружение в историю. Как раз это и нужно нам как зрителю. По сюжету. 17-летний Бен, переживая из-за разлада родителей, переезжает на лето к отцу, провести время на природе и подработать на пристани. В соседнем домике проживает молодая пара с двумя детьми. И однажды после лесной прогулки они приводят с собой древнее зло. Бен сразу же замечает, что по соседству начало твориться нечто странное. Но отец его даже слушать не хочет, а новая знакомая Мелори считает, что всему можно найти рациональное объяснение. Добавив от себя, скажу, что давно не видел качественно снятого фильма ужасов. С монстром, который по-настоящему пугал. Спецэффекты на уровне. Все выглядит очень натурально. Как и в старых лентах, почти все создано исключительно гримерами и декораторами. Графики присутствуют именно в той дозировке, чтобы органично вписаться в картину и не бросаться в глаза. Если честно, я уже думал, что подобные фильмы навсегда остались в прошлом. Да, может вы не найдете здесь что-то нового для себя. Но этот фильм интересный. Он держит тот самый уровень напряжения. И подведя итоги, можно сказать, если любите хорошие хорроры с привкусом старых добрых фильмов ужасов, добро пожаловать к просмотру. Ключ от всех дверей. Фильм 2005 года. Оценка кинопоиска 7,4. Страны, США, Германия. Бюджет картины 43 миллиона долларов. А сборы по миру составили 91 миллион 974 тысячи. Картину отснял опытный режиссер Йен Софтли, у которого много хороших картин за плечами. Например, вы могли познакомиться с его творчеством через такие ленты, как «Планета Капекс» и «Изгой» 2015 года. Стоит отметить хороший актерский состав. Ведущие роли сыграли Кейт Хадсон, Джина Роулинс, Джон Хёрд, Питер Сарсгард. По сюжету 25-летняя Кэролайн Эллис устраивается работать сиделкой к пожилому инвалиду Бену Девера, владельцу огромного совняка неподалеку от Лузианы. Его жена Виолетт вручает девушке универсальный ключ от всех дверей в доме. Однажды Кэролайн обнаруживает на чердаке секретную комнату с массой мистических предметов. Хозяйка утверждает, что вещи принадлежат бывшим владельцам, которые занимались черной магией. Вскоре Кэролайн становится свидетельницей довольно странных необъяснимых событий и решает во что бы то ни стало разгадать секрет таинственной комнаты. Добавлю пару слов. В 2006 году картина была номинирована на награду лучший фильм ужасов в странах США и Великобритании. Лично я впервые посмотрел этот фильм 10 лет назад. Тогда он знатно впечатлил меня. Удивила концовка, да и вообще на протяжении всей ленты идет нить нарастающей тревоги с детективной составляющей. В целом фильм сможет удивить оригинальным сюжетом, порадовать атмосферой мистики, качественной актерской игрой и хорошим саундтреком. Если по какой-то причине тобой был пропущен данный фильм, его нужно смотреть. Забирай себе в копилку и идем дальше. А дальше у нас картина 2011 года под названием «Нечто». Это прикви у одноименного хоррора 1982 года. Оценка у фильма на кинопоиске 6,4 страны США, Великобритания, Канада. Бюджет картины 30 миллионов, а сборы в мире 31 миллион 505 тысяч. Режиссером картины выступил Матисс Ван Хеннинген. Не могу привести примеров из ранее проделанных работ, с которыми вы бы могли быть знакомы. Зато в актерском составе достаточно знакомых лиц, таких как Мэри Элизабет Уинстед, Джоэл Эдгертон, Ульрих Томпсон и другие. Доктор Сандер приглашает палеонтолога Кейт Ллойд присоединиться к его команде научной экспедиции, которая обнаруживает в Антарктике потерпевшие крушение инопланетный космический корабль. Дальше группа отчаянных ученых проникает в его недра и неожиданно для самих себя открывает ящик Пандоры. Среди непроходимых снегов и ледяных гор, выпущенные на свободу нечто устраивают на исследовательской станции жуткую бойню. От себя добавлю, что фильм именно 1982 года не сразу, а только спустя некоторое время неожиданно был оценен критиками и зрителями весьма высоко. Наравне с «Чужим» и «Хищником» нечто стало одним из наиболее известных триллерах о пришельцах, вышедших до 1990-х годов. Меня лично очень заинтересовала эта идея, я действительно был впечатлен ей. Читал описание сюжета и понимал, но не видел я ничего похожего до этого. А с другой стороны, не было возможности, да и желания смотреть оригинальную картину, так как она уже явно устарела. А вот этот фильм был просмотрен с удовольствием. Подведя итог, это хороший фильм, атмосфера которого нагнетается с самого начала, буквально с первых минут. Если тебе нравятся фильмы такого направления, то добро пожаловать к просмотру, а мы двигаемся дальше по списку. И гаснет свет. Фильм 2016 года, оценка на кинопоиске 5,9. Страна производства США. Бюджет 4,9 млн, а сборы в мире составили аж 148,868,000. Режиссером картины является Дэвид Сандберг. Вы его можете знать по многим картинам, например, «Проклятие Аннабель. Зарождение зла». Команда актеров справилась со всеми своими задачами, а главную роль сыграла Тереза Палмер. По сюжету, Ребекка покинула родной дом. Она думала, что ее детские страхи остались позади. Ребенком она никогда не была уверена, что реально, а что нет, когда гас свет. И теперь ее младший брат Мартин переживает те же необъяснимые и ужасные события, которые когда-то испытывали на прочность ее рассудок и угрожали ее безопасности. Пугающее нечто, таинственным образом привязано к их матери Софии, появилось вновь. Но на этот раз Ребекка подбирается к разгадке истины, и уже не остается сомнений в том, что их жизнь не в опасности, как только будет погашен свет. Скажу очень коротко. В целом, «И гасни свет» хороший и страшный фильм с множеством элементов скримера. Он в полной мере использует все находки своего режиссера, и лично мне было страшно следить за развитием событий. Эту картину я решил добавить для тех, кому нужен фильм ужасов, который просто должен пугать зрителя, с хорошим актерским составом, без каких-либо переворотов с ног на голову. Так вот он с этой задачей справляется полностью. Если ты искал именно это в подборке, то забирай себе к просмотру. Фильм «Живое» 2017 года. Оценка на кинопоиске 6,5. Страны производства США Великобритания. Бюджет картины 58 миллионов долларов, а сборы в мире составили 100 миллионов 541 тысячи. Режиссером картины выступает Даниэль Испиноза, знакомый нам по такой ленте, как «Код доступа Кейтаун». Во главе мощного актерского состава стоят Хироюки Санада, Райан Рейнольдс, Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхоу и Ольга Дыховичная. По сюжету 6 астронавтов на борту космической станции изучают образец, собранный с Марса, который может предоставить доказательства существования внеземной жизни на Красной планете. Команда определяет, что образец содержит большой одноклеточный организм. Первый пример жизни за пределами Земли. Но вещи не всегда такие, какими кажутся. Когда команда начинает проводить исследования, а их методы приводят к непредвиденным последствиям, форма жизни оказывается более разумной, чем кто-либо ожидал. Отдельное внимание заслуживает отношение в американском фильме к другим нациями и самим себе. «Россияне» показаны героями, не глупее и не хуже американцев, а капитан экспедиции – россиянка Екатерина Головкина. В целом, это хоррор через призму научной фантастики. Без киноляпов, ровный интересный сюжет без клише, присутствуют элементы драмы и достаточно глубокая проработка персонажей. Также в этом фильме стоит отметить и концовку. Если пропустил, забирай к просмотру. Тут есть тематика космоса, которая не так уж часто балует в жанре ужасов, плюс к этому хороший сюжет и мощный актерский состав. Да, все эти составляющие затянут тебя до самого конца фильма. Если ты заметил, в подборке мы плавно отошли от более старых картин. Именно на твой взгляд, какой фильм самый лучший в этом жанре? Напиши в комментариях название, мне правда интересно, какая школа предпочтительней – старая или новая. Тебе заранее спасибо и идем дальше. Фильм «Мама» 2013 года. С оценкой кинопоиска 6,4. Страны производства – Канада, Испания. Бюджет картины – 15 миллионов долларов. А сборы в мире составили 146 миллионов 428 тысяч. Режиссер картины – Андрес Мускетти. Вы его точно знаете по серии фильмов «Оно». Хороший актерский состав, во главе которого стоят Джессика Чистейн и Николай Костер-Вальдау. По сюжету, старший партнер инвестиционной брокерской компании терпит неудачи после финансового краха и убивает несколько коллег и свою бывшую жену, а также похищает двух маленьких дочерей – Викторию и Лили. После чего сестры пропадают, и когда девочек находят, пять лет спустя их забирают родной дядя и его девушка. Жуткие события вскоре заставляют новых родителей понять, что девочки не одни, у них есть мама, и она приходит из тьмы. Это живой эмоциональный фильм, который держит напряжение и заставляет переживать на протяжении всей ленты. Из-за отлично актерской игры получается эффект полного погружения. Стоит отметить и актерскую игру маленьких девочек, которые невероятно хорошо отыграли свои роли, и именно они заставляют поверить в реальность происходящего. Плюс ко всему, картина отснята на высшем уровне со своим неплохим сюжетом, который не дает тебе отвлекаться не на секунду, так как ты боишься пропустить важный момент. И все это вместе создает невероятную атмосферу при просмотре этой картины. Нельзя забывать, что один из продюсеров ленты был Гильермо Дель Торо. Скажу так, если пропустил этот фильм и ищешь посмотреть картину, которая хороша во всем, то это то, что тебе нужно. При создании этого ролика осталось еще много хороших фильмов ужаса, которые в эту подборку не зашли, чтобы видео не стало совсем огромным. А если ты хочешь увидеть вторую часть, то просто напиши об этом в комментарии. Если ты заметил, я намеренно не включал в эту подборку вселенные по типу Аннабель и так далее. По этой теме совсем скоро будет другое видео. От себя лично хочу поблагодарить тебя за просмотр этого видео. Если оно тебе понравилось и было полезным, поставь палец вверх, для меня это будет огромной поддержкой. Ну и конечно, если тебе интересна тема кино и сериалов, и все, что связано с ней, подписывайся на канал. А у тебя сейчас на экране появились подсказки на подборке сериалов и фильмов 2021 года. Возможно тебе будет интересно найти что-то для себя. Переходи и приятного просмотра. А я с тобой прощаюсь и до скорой встречи.